Виктор Данилович, наверное, в первую очередь будет вопрос, как вообще родилась идея снять фильм под названием «Подолание». Интересное название. Интересно, что за «Подолание»? Само название? Ну, во-первых, я же живу в Зайвудском районе. Уже имеет значение. А во-вторых, «Подолание», если говорить честно, я так определил сегодняшнее состояние нашей страны, нашего общества. Это преодоление по-русски, а по-украинское «Подолание», преодоление всего, что сейчас нам мешает, что трудно, что невозможно. И вот как раз я убедился, что люди, которые живут и работают в Зайвудском районе, они как раз вот этим как раз и занимаются. Владимир Владимирович, до вас запитание тоди наступное так же, стосовно все же таки життя в Зайвудском районе, что изменяется, что есть, какие проблемы на сегодняшний день. Потому что в фильме много, про что рассказано, на жаль, его показать в эфире мы не сможем, но говорить основные ключевые моменты все же таки хотелось бы. Знаете, в следующем семнадцатом году восемьдесят лет нашей Николаевской области. Я, конечно, благодарен команде нашего областного телевидения и нашему патриоту города, завезенному Виктору Даниловичу, что команда областного телевидения, и вы, как режиссер, и ваша команда операторов, как мы отработали, как мы показали. Знаете, о нашем районе можно говорить часами. Мы показали маленькую часть наших работающих, предприятий планов на будущее, а планов и на семнадцатый год, так говорится, на будущие года. Это и строительство новых объектов, спортивных объектов. Это и расширение предприятий. Я вижу, как подтягиваются и инвесторы, подтягиваются и другие даже страны к мэру города о том, что пришло уже время восстанавливать утраченные, восстанавливать предприятия. Знаете, за эти года, даже в частности в Заводском районе мы потеряли хорошие, значимые предприятия. По статистике в фильме 68 предприятий сегодня не работают. Не работают. Знаете, хочется буквально там несколько секунд алые паруса, трикотажное объединение Эвис, трикотажка, кондитерская фабрика и самое обидное, самое тяжелое Черноморский завод, где работали десятки тысяч людей и это чувствуется, что в городе нужны и специалисты и они возвращаются уже с дальнего зарубежья, из ближнего зарубежья поднимается у нас такая, есть туда строительная верфь, которая делает эти яхты с Агайдакова. Это портовые предприятия, это предприятия, связанные с переработкой, предприятия, связанные с транспортной логистикой. И хочется видеть, что раньше, когда в прошлом СОЗы были депутатами, вопрос номер один «Помогите устроиться на работу, найдите работу для сына, для нашей семьи». Сейчас мы уже подбираем эти кадры. Я вижу, как Центр занятости и областной, наши районы занимаются уже подбором кадров. Нужны уже люди-специалисты, люди рабочих специальностей и люди, которые знают, что придя на это предприятие, они и получат застойную зарплату и соцпакет. Самое главное, что нужно для горожан, это создание новых рабочих мест. Потому что только за счет этого молодые специалисты, которые получают диплом, не уезжают в другие города или в другие страны, остаются в Николаеве и развивают этот город. Буквально мы в этом году на улице Крылова, благодаря нашей мэрии и депутатскому корпусу, мы на улице Крылова сделали три квартиры для наших молодых медиков, для молодых семей. И это уже знаем, что эти люди уже, хоть они из других регионов, молодые специалисты, они уже точно будут работать в наших больницах, в наших амбулаториях. И вот этот вопрос, который у нас связан и с жильем для молодых специалистов, и людей, которые нужны для города. Знаете, реализация этого проекта для меня сейчас только как воспоминания от родителей, когда в советское время молодым специалистам квартиры давали. Сейчас это звучит немного как даже фантастика, небольшая. Это первая ласточка. Я видел эти семьи молодых врачей, муж и жена, муж и жена врачи областного госпиталя и наших больниц у города Николаева. Они знают, что если уже город дает квартиру, значит, как будущий есть у города. Продолжаем мы поговорим. Действительно, как видим, все делается ради детей. Что приятно, потому что подростающее поколение народжается, виростает, есть где ему научиться. Но главное, это создание рабочих мест. Хотелось бы запоминать вас, как режиссера, потому что, действительно, из ваших, из фильма видно, что действительно подала Аня, дала ему все трудности. Что вам особо запоминалось через съемок всего фильма? Вот самый большой, вот этот эпизод еще будет, кстати, этот фильм сегодня в 19.30, смотрите, на канале Николаев. Самое на меня большое произвело впечатление, это Ялты, поселок Ялты. Мы же знаем, что это такое. Многие николаевцы там не были, потому что они боятся туда ходить, правда же? Я однажды был. Я был три раза, вот третий раз, только сейчас, когда снимал, я был поражен. Дороги, асфальт подвели туда, асфальт уже есть по этим узеньким, сморщенным улочкам, уже есть асфальт. И вообще, я хочу сказать добрые слова о нашем мэре, потому что он как-то ненавязчиво, непредвыборно, вот посмотрите на проспект Ленина, тихонечко, все лето, без крика, закрывали асфальтиком, закрывали, единственное, что хочу, чтобы рядом, где делают асфальт, это все-таки для богатых людей, тротуарчики, тоже рядом, пусть меньше всего сделают, но тротуары для людей, для пенсионеров, для мам с колясками, путь тоже делаю. Для девчат на Питборах так уж асфальт. А точно. Увидели действительно, что есть школы, есть роддомы, а также есть вот аграрный университет, тоже входит в этот же комплекс района, а также завод Экватор. Для вас, что бы вы для себя отметили, возможно, самую болезненную точку или то, чем уже можно гордиться? Ну, знаете, у нас в планах на 2017 год, правильно вы сказали, обращают внимание власти в город, это на внутриквартальные проезды, на тротуары. И сейчас эта программа в 2017 году будет, я надеюсь, в большинстве тротуаров и внутриквартальных проездов будет воплощаться в жизнь. Потому что эти дома, которые построены 50-70 лет назад, честно говоря, эти тротуары, эти внутрикварталки поставались... Мягко говоря, не то, что износились, а уже... Да, вот мы на улице Лягина, начиная там от Сеной и заканчивая Чегрина, вот восстанавливали буквально на той неделе эти тротуары. Как видно, люди, что уже точно и на каблуках, и с колясками могут спокойно ходить по этим. Я благодарен, конечно, этому предприятию, у нас есть такое по старому названию «Горсвет», Хумс, как оно сейчас начинается. И я вижу, проезжая вечерами по своему району и по городу, что с каждым месяцем, с каждой неделей светлее и светлее наш город. Проблема, конечно, я же вам озвучил, это проблема расширения предприятий. Хочется, чтобы люди, которые нуждаются в этой работе, хорошей нормальной зарплате, находили свои места, находили свои применения, потому что мы выпускаем десятки, сотни студентов, а найти себе в данное время работу, это тяжело. И хочется, чтобы наш полумиллионный город жил спокойно, нормальной жизнью. Ну что ж, я буду сподіватися, и все будем сподіватися, что действительно это поделание, оно действительно все поделаем, все поделаем, все будет доброе, и действительно ключевая фраза, чтобы так ненавязчиво, спокойно, легко, все развивалося, шло своим ключем, и главное, чтобы жить было комфортнее в нашем месте, чтобы жить комфортнее для себя самих. Дякую вам за цікаву rozmогу, за то, что заветали до нашей студии. Я нагадаю еще раз, что сегодня спілкувалися стосовно фильму «Подолание», который сегодня о 19-й године на телеканале Миколаеве можете переглянуть повністю. До нас заветали Вячеслав Карцев, глава Заводской интерфильму Виктор Завезион.